Мы с вами изучили восьмерку, фронтальную восьмерку, все виды восьмерок, и сегодня мы изучаем девятку. Мы изучили с вами такую девятку обыкновенную, по-другому она еще называется, черт, я не знаю, конечно, почему, откуда какие-то звания взяли, дяденькие казаки. Вот, и сейчас мы приступим к такому моменту, тоже девятка, только обратная, она делается не так, не в направлении от себя, а она делается в обратном направлении, не от себя, то же самое, кольцо скейт, по передней простости, два кольца по задней простости. Но, здесь есть свои, так скажем, нюансы, этот элемент мы с вами разберем чуть подробнее. Дело в том, что хват, естественно, такой же, как и обычный девяткик, но делать его, ну, люди не понимают, как делают это. Мы шашку в этом случае толкаем не острием впереди лезвие, а наоборот обухом на себя, вот таким образом. И локоть у нас должен смотреть вперед, вот так вот, вот так вот, раз, первая часть этого элемента. Мы локоть оставляем на этой оси прямо перед собой, а кистью продавливаем шашку таким образом, чтобы она, ни в коем случае, вот такого поворота быть не должно. Это смена направления будет считаться, и просто элемент будет смотреться уже не так красиво. Мы кистью за рукоять продавливаем шашку таким образом, что она у нас, как бы, скользит по спине. Руку нужно будет вывернуть вот так. Для кого-то, может быть, это будет сложновато, но это получится. И здесь мы уже перевели на заднюю плоскость шашку, и здесь мы уже раз кольцо, два кольца, вышли. Опять перешли на переднюю плоску. И то самое, на сути, раз кольцо, два кольца, опять зашли, раз кольцо, два кольца. Вот, вон выглядит элементом, в принципе, эффективно. Но некоторые почему-то люди после вот этого, они просто вот так переворачивают и доделывают. Это никак, это не котируется. Ну, нельзя так делать. Шашка, повторяю, должна зайти, локоть вперед смотрит, кистью продавливаем, локоть оставляем, втораяся на месте. И шашка проходит у нас вдоль спины. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Просто этот элемент считается не казачьим, но впоследствии Это поможет освоить более сложные элементы 2-3 уровня А в данных элементах мы с вами изучили всего лишь базу